Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем нашу сессию гернеология, герне-клуб двух столиц. Мы представляем с Алексеем Викторовичем больницу имени Юдина. Это наш первый опыт проведения семинаров, проводимых онлайн. И вот мы приветствуем наших друзей из Санкт-Петербурга, профессора Кащенко Виктора Анатольевича и Азада Данисыча Ахметова. Думаю, что два слова надо сказать про наши клиники, почему мы здесь оказались. Мы проводим наш вебинар для того, чтобы поделиться нашим опытом, который мы набрали за несколько лет, организовав гернеоцентр на базе больницы имени Юдина, поделиться нашим опытом, поделиться нашими ошибками, поделиться нашими сложностями, которые были во время операций, ну и рассказать то, что не рассказывают во время мастер-класса, когда проходит все блестяще, все гладко и все очень хорошо организовано. Мы откроем наши тайны, наши сложности и расскажем про то, что не рассказывают другие хирурги на подобных вебинарах и мастер-классах. Вот это цель нашего вебинара, наших сессий, то, о чем будем рассказывать мы. Виктор Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я также хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего образовательного мероприятия. Мне бы хотелось сказать, что совершенно не случайно, что тема сегодняшнего вебинара будет посвящена гернеологии. Может быть, для некоторых гернеология – это нечто, такая простая дисциплина, это операции, с которых обычно начинает хирург свою практическую деятельность. На сегодня мы видим, что гернеология выходит на абсолютно новый методологический уровень. Мы видим, что гернеология становится точкой приложения современных высоких технологий. И не случайно это образовательное мероприятие поддержано сегодня ведущими производителями высокотехнологичного оборудования, такие как Карл Шторц и Меттроник. Потому что эти компании как нельзя лучше понимают, что сегодня именно в гернеологии мы реализуем передовые технологии. И очень важно в ходе сегодняшнего мероприятия показать, как современные технологии совершенно по-другому представляют те традиционные подходы, которые, в общем-то, все мы изучали в курсе хирургических болезней. И нужно сказать, что сегодня гернеология, как никакая другая хирургическая специальность, переживает серьезные перемены. Серьезные перемены внедряются просто революционные технологии, которыми обладевают сегодня хирурги. И, безусловно, очень важно, чтобы мы обменивались этой информацией и своевременно относили коллективы в наши хирургические технологии, для того, чтобы не допускать, прежде всего, осложнений у наших пациентов. Я думаю, что это образовательное мероприятие будет чрезвычайно интересно для широкого круга хирургов, которые выполняют различные вмешательства. И многие из них вычеркнут новые технические приемы для выполнения и других хирургических вмешательств, и других заболеваний. А будьте добры, первое и второе видео включите, пожалуйста. Я думаю, что будет логично начать наше мероприятие с представления тех клинических центров, которые сегодня будут вовлечены в образовательные мероприятия. Уважаемые коллеги, мы ожидаем технического подключения. Мы подготовили видеопрезентации, в которых мы расскажем о наших больницах, как они работают, как работает гернеологический центр, в каких условиях он существует, и чем мы хвастаемся. Смотрите, секундочку, другое видео, видео-показы больницы. Не презентация, а... Нет, видео-показы больницы. Это были. Это были. Видеоролик. Сложности есть в организации, потому что, хотя мы дважды, дважды, тренировочные движения откручивали все эти вещи. Вот они должны летать, они должны лететь одно за другим. А сейчас мы видим некоторые задержки. Запустите его на вторую. Нет. Ну, я думаю, что мы начинаем с Петербурга, да? Ну, мы ожидаем подключения. Коллеги, я вижу сейчас нашу клиническую больницу, и если этот ролик будет продолжаться, я бы хотел сказать, что сегодня клиническая больница у нас трансформирована в научно-клинический центр. Дословно, это северо-западный окружной научно-клинический центр, который является сегодня не только клиническим, но и научно-образовательным подразделением. И теперь мы передаем слово нашим московским коллегам. Спасибо. Анечка. Вы можете пока отключить, потому что видео показывает... Да, 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 слушаем вас. Видео очень плохо показывает, нет смысла это все сделать. Да, 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 слушаем вас. Да, да, да. Слышит нас. Там видео идет? Да, идет. Мы же во время музыки там ничего не скажем. Простите, напомните, как вас зовут? Артем. А, я понимаю, вы можете вывести то, что видят наши слушатели онлайн? Чтобы мы тоже понимаем. Да, давайте сейчас этот ролик проиграли. Сейчас небольшой худринский. Посмотрим тогда на крестину. Может, вы же говорите, надо смотреть туда. Уже все началось? Да, 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 началось. Вот уже у них первый ролик идет. Рассаживайтесь. Рассаживайтесь. Уважаемые коллеги, очень удобно. Вы рассаживайтесь, как вам удобно. Как раз в период неприятной генологической обстановки мне представляется, что этот зал оптимально подходит для совершенно свободной рассаживания. Кто особенно боится, может садится. Кто-то спадится. Да. Кто-то спадится. Да. Теперь теперь запущен наш ролик, или мы уже перейдем непосредственно к реализации нашей повестки. Анатолий сейчас запустит ваш ролик. Анатолий сейчас запустит ваш ролик. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Пока мы ожидаем презентацию нашей клиники, я бы хотел сказать, что действительно получился очень симпатичный ролик. Я его увидел первый раз буквально вчера, и мне очень-очень понравилось. Там есть очень хорошее музыкальное сопровождение, но, к сожалению, техническая реализация этого не очень получилась. Но, тем не менее, мы увидим видеоряд, который будет демонстрировать нашу клиническую больницу, которая располагается в северной части города, в очень живописном месте Петербурга. Вы видите, что особенно символично, что на территории нашей клиники построен храм, православный храм. Вот вы видите наш северо-западный окружной научно-клинический центр с высоты птичьего полета. Это храм, который располагается с восточной стороны. Здесь вы хорошо видите центральный оперблок, который соединен с клиникой, специальными переходами, а также центральную поликлинику. Это пандус, где паркуется. А это уже непосредственно наши операционные. Наш операционный блок рассчитан на 10 операционных, две из которых оснащены гибридным рентгеновским оборудованием, где проводятся гибридные операции. Мы выполняем более 15 тысяч операций в год. Все операции оснащены в соответствии с европейскими стандартами безопасности, в том числе ламинарными потоками. И в каждой операционной присутствует эндовидеохирургическая стойка. Мы отстаиваем максимально возможное внедрение малоинфазивных технологий и, прежде всего, эндовидеохирургических технологий во всех областях бульминальной хирургии, таракальной хирургии, артероскопии. Ну и тема сегодняшнего нашего обсуждения – это гернеология. На сегодняшний день более 80% всех оперативных вмешательств, а мы концентрируем наиболее сложную категорию больных, очень часто рецидивные грыжи. И нужно отметить, что большинство этих вмешательств выполняется эндовидеохирургически. Если до недавнего времени трансавтоминальная и периперитониальная пластика доминировала, то сегодня внедрение таких технологий, как ЕТЭП и другие экстраперитониальные технологии, они заполнили ту нишу, которая была раньше недоступна для эндовидеохирургов, и сегодня мы широко оперируем как трансавтоминально, так и периперитониально. Все эти технологии реализуются в клинике, и очень важно, что мы сегодня позиционируем не только малоинвазивный, но и мультидисциплинарный подход. Клиник является клинической базой Санкт-Петербургского государственного университета, и сотрудники университета также принимают активное участие в работе клинических подразделений. Таким образом, сегодня наш центр фактически работает как университетская клиника. Спасибо большое. Мы постепенно переходим к основной повестке нашего сегодняшнего заседания, которое посвящено операциям припаховых рыжих. Мы прослушаем очень интересное сообщение, теоретическую часть, и затем мы будем иметь возможность просмотреть те теоретические положения, которые будут представлены в докладе, в реальной оперативной технике, которая будет представлена нашим специалистам. Как правило, я занимаюсь герниологией с 2011 года, и с 2019 года тесно сотрудничаю с компанией Карл Шторц в плане образовательных проектов для хирургов. В частности, мы делаем серию лекций для действующих врачей в Санкт-Петербурге. Также занимаюсь вопросами национальных регистров в России. Данный тип операции, который мы сегодня рассмотрим, он достаточно сложен по причине многообразной анатомической зоны, потому что встречаются осложнения, а также очень много разладнастей в технических вопросах. Как правило, нет проблем в диагностике паховых грыж или бедринов. Если имеются затруднения, всегда можно сделать УЗИ пахового канала или физикальный осмотр, но в некоторых случаях требуется выполнить и послойную компьютерную томографию или МРТ, и мы должны уметь читать эти снимки так, как делает это радиолог. В будущем мы, кстати, планируем включить нашу беседу лучевого диагноста, а сейчас вы можете посмотреть на эти снимки. Можно видео третье включить, пожалуйста? Задание, пока подключается видео, скажите для нашей аудитории, является ли КТ-диагностика при грыжах рутинным исследованием или у вас есть только определенная категория пациентов, в котором выполняете лучевую диагностику? Да, в принципе, мы можем делать КТ в сложных случаях, если планируется, допустим, малоинвазивная хирургия у пациентов с пахово-мошелочными грыжами, если пациент уже ранее был оперирован по поводу грыж с этой стороны, то есть рецидивные грыжи, какие-то проблемы, осложнения после операции. Также, если пациент пришел к вам на осмотр стазовой боли и нужно дифференцировать ее от других патологий. Если грыжа паховая ассоциирована с вентральными грыжами, особенно в таком сложном случае, как при грыже после апендоктомии, то есть надо дифференцировать, что это пахово-мошелочная сторона, пахового канала или это проблемы именно с передней брюшной стенкой. Запустите, пожалуйста, видео. И здесь пациент с двухсторонней паховой грыжей. Мы обычно начинаем смотреть не сразу паховую область, а именно сверху для того, чтобы не потерять ориентиры. Как правило, это мышцы и костные структуры, тазы, ребра, а также сосуды и мочевой пузырь. Они вариабельны, но относительно общая топография всегда находится на своих местах и облегчает диагностику. Вы видите прямую мышцу, подкрашенную красным, тройку боковых, наружная косая, внутренняя косая, поперечная мышца и внутренние мышцы, подвздошная, большая, поясничная. И, в общем-то, легко запомнить анатомию, если держать в голове эту схему. Вот мы начинаем последовательно на этой схеме убирать наружную, внутреннюю косую мышцу. Вот здесь вы видите поперечную мышцу. Сейчас подкрасится прямая мышца живота и также пирамидальная мышца небольшая у основания лапка. Далее вы можете видеть подвздошную мышцу, которая большую поясничную, малую поясничную. И мы часто забываем про эту мышцу, квадратная мышца поясницы. Постепенно перемещаясь к паху, мы можем уже увидеть некоторые признаки, которые свидетельствуют о том, что у пациента имеется паховая грыжа. Это, как правило, деформация внутренних органов с вовлечением в этот процесс деформирования тонкой поперечной фасции. Также измененный мочевой пузырь. Это так называемый синдром Микки Мауси, допустим, у пациента с двухсторонней грыжей. Оттеснение сосудов латерально от паха. И вот эти вот костные признаки могут свидетельствовать о том, что у пациента имеются все-таки какие-то проблемы. Какие-то более сложные вещи у пациента после операции, серомы, мешомы, уже требуют более каких-то конкретных, конкретной диагностики более точной. Ну, то есть, избирательно в каждом случае. Да, конечно. А, в общем-то, КТ – это именно планирование операции. Так вы знаете, что операция не совсем простая. Это повышает безопасность. Но, в принципе, как именно правильно оперировать, нам расскажет Богдан Борисович Орлов про 10 золотых правил малоинвазивной хирургии. Спасибо, Азат Данисович. Мы поняли, что компьютерномография, она совершенно необходима для правильного планирования операций. Но понимаем, что это не рутинный способ. Это не для каждой хирургической клиники, а только какие-то эксквизитные моменты, пациенты со сложными грыжами, рецидинами, стазовыми болями. Ну вот сейчас мы подготовили небольшую презентацию для хирургов, которые осваивают навыки ТИПП, для того, чтобы сформировать у себя постоянное такое понимание, как эта операция должна выполняться. Что это за правило? Это правило, которое... Давайте я вам презентацию. Да. Она была сформулирована нашими северо-латиноамериканскими коллегами, взятая за основы правил, которые были в свое время сформулированы Страсбергом для выполнения безопасной холецистоктомии. Ну и вот сейчас, накопив опыт за эти десятилетия выполнения операции при паховой грыже, вот были сформулированы 10 правил безопасного лечения паховой грыжи с использованием анатомической концепции. Для хирургов, которые привыкли оперировать открыто, в общем-то увидеть грыжу совершенно с другой стороны требует некого другого навыка, некого понимания анатомических структур. И вот для того, чтобы избежать каких-то проблем, осложнений и правильного выполнения операции, вот сформулированы эти 10 правил. Концепция безопасности – это понимание пяти треугольников. В паховой области, вот на данном слайде представлена правая паховая область, голубой линией обозначена это подвздошно-лобковый тракт, некая такая проекция пупартовой связки только изнутри, и вот глобальных пять треугольников. Треугольник боли, треугольник рока, или так называемый треугольник смерти, треугольники выхода прямой грыжи, косой грыжи и бедренной грыжи. Вот понимание, где эти грыжи выходят со стороны брюшной полости, они позволяют нам быть безопасны. Очень важно понимание трех зон. Первая зона – латеральная, медиальная зона – вторая, и третья – там, где находятся все крупные магистральные сосуды. Вот она пронумерована именно третьим номером для того, чтобы манипулировать в последнюю очередь и быть там максимально осторожным в этой области. Правило первое – это так называемое формирование перитениального лоскута. При выполнении ТИПП разрез брюшины должен быть не менее чем на 4 сантиметра выше границы внутреннего пахового кольца. И формируется лоскут от проекции спины ляка антерио-супериор до медиальной пупочной складки. Правило второе – рассечение должно проходить по перитениальной плоскости. Что это значит? Это значит, что сепарируется исключительно только одна брюшина. Жировая ткань вся остается на передней брюшной стенке. Для того, чтобы сепарировать брюшину, мы оставляем все структуры на ней. Во-первых, для того, чтобы избежать повреждения сосудов, мелких или крупных, или пегастральных сосудов, в том числе избежать повреждения нервов в треугольнике боли, сепарация происходит исключительно по перитениальной плоскости. Третье правило – рассечение должно проходить как минимум до лобкового симфиза. Вот здесь указано красной стрелкой и как минимум на 2 см ниже лобка. Это выполняется для того, чтобы сформировать достаточное место, достаточный карман для того, чтобы перекрыть все места выходов прямой грыжи, бедренной грыжи, и сформировать достаточный карман, чтобы уложить сетчатый имплант, который не будет смещаться при увеличении мочевого пузыря при его наполнении. Четвертое правило. Вот визуализируя треугольник выхода бедренной грыжи, мы должны увидеть наружную подвздошную вену. Для того, чтобы, зная, что мы оперируем паховую грыжу, не пропустить бедренную грыжу, это тоже бывает иногда находкой во время операции. Очень важно понимать, до какого момента мы формируем перитениальный лоскут. Вот очень важно, спуская его вниз, мы должны дойти до уровня, где семеносящий проток пересекает наружную подвздошную вену в третьей зоне. А в латеральном мы должны увидеть подвздошно-поясничную мышцу. Вот увидев там генетофеморальный нерв, ни в коем случае его не повреждать, ни в коем случае его не выделять из жировой ткани, и постараться так, чтобы он не контактировал с сеткой, таким образом, если мы не выполняем никаких манипуляций. Шестое правило, сформулированное для всех, кто выполняет эту операцию. При больших пахово-мошоночных грыжах рекомендуется рассечь и оставить дистальную часть грыжевого мешка в мошонке. Не надо гоняться, не надо пытаться его оттуда извлечь, можно его отсечь и оставить. С формирующейся серомой, возможно, формирующейся в послеоперационном периоде, справиться будет гораздо легче, чем с гематомой мошонки или с ишемическим архитом. Седьмое правило. При выделении грыжи, при выделении пахового канала, очень важно удалить оттуда липомы, которые очень часто сопровождают грыжевой мешок. Оставив липому, мы можем получить от больного в последующем жалобу на рецидив грыжи. Это будет так называемый ложный рецидив, когда липома в паховой области будет симулировать рецидив паховой грыжи. Вот окончательная картинка, которую мы должны для себя увидеть, когда выполняем перитеризацию. Брюшину увидели в этой зоне все элементы миопектинального отверстия. Вот в этот момент, когда мы мобилизовали и увидели все эти зоны, мы можем начинать установку сетки. И переходим при этом к восьмому правилу. Сетка при выполнении TPP должна быть не меньше, чем 10 на 15 сантиметров. Проводились различные работы, в которых было установлено, что чем меньше мы используем сетку, тем большая вероятность, что она сместится, большая вероятность, что может случиться рецидив. Поэтому, покрывая миопектинальное отверстие, так называемое форамон фрушо, вот таким вот образом мы перекрываем на 4 сантиметра должен быть оверлап во всех местах, где может появиться прямая грыжа, косая грыжа или бедренная грыжа. Девятое правило. Нет необходимости на сегодняшний день фиксации сетки. Мы ничего не имеем против в том, чтобы сетку зафиксировать, но, как показал сегодняшний опыт наш, опыт коллег, фиксации нет абсолютной необходимости. И десятое правило. При десуфляции брюшной полости она должна выполняться исключительно под прямой визуализацией. Мы должны видеть, как располагается в сформированном кармане сетка, не произошло ли смещение импланта, не произошло ли какого-то попадания, например, петли кишки в сформированный карман. Для этого нужно выполнять десуфляцию исключительно под прямой визуализацией. Вот выполняя всех этих десять правил для начинающего хирурга, кто только осваивает эту методику, это позволит избежать как и осложнений, так и рецидива в будущем. Поэтому вот эти те десять правил, которыми мы строго следовали, когда развивали наш геронологический центр, и рекомендуем это делать всем. Как и наши коллеги-геронологи во всем мире. Я закончил на этом свою презентацию. Можем перейти к дальнейшему обсуждению. Будьте добры, включите, пожалуйста, основное видео. И мы, когда будет идти основное видео, конечно, пообщаемся, обсудим эти правила, насколько эти правила должны соответствовать законам, и стоит ли некоторые из них выполнять, а что не стоит. То есть те тонкости, о которых мы изначально говорили. Ну, пока начинаются стандартные этапы операции, то есть осмотр передней брюшной стенки. Мы видим здесь у пациента косая паховая грыжа, достаточно серьезная, длительная грыжа. Видим рубцовый процесс. Устанавливается таракар в типичном месте. Скажите, пожалуйста, коллеги, Как вы думаете, вот все ли из этих правил, которые описаны в этой статье, следует безукоризненно выполнять и не увеличивая мы таким образом развитие ранних осложнений в угоду, скажем, снижения риска рецидива? И стоит ли все рекомендовать молодым хирургам? Позвольте, я выскажусь со своей позиции. Первые операции ТАПП нами были начаты около 8 лет назад, самые первые операции. Конечно, они были далеки от тех позиций, которые сейчас озвучил Богдан Борисович. Мы, в общем-то, прошли этапы и когда выполняли раскрой сетки. И, в общем-то, на первом этапе, на этапе освоения, я так понимаю, уже так ретроспективно, что и выполняли недостаточный оверлап. Не могу сказать, что эти пациенты вернулись к нам с рецидивами, но эти этапы, кривое обучение мы прошли. И достаточно такие академические позиции озвучил Богдан Борисович. И все-таки, учитывая, что у нас аудитория разношерстная, и есть, я так понимаю, слушатели, которые только погружаются в лапароскопическую хирургию. И, на самом деле, выделение таких анатомически значимых структур, как магистральные сосуды, выделение вены может привести к достаточно серьезным осложнениям, которые в последующем возникнут барьеры. И у самих хирургов, у администрации больницы, не дай бог, такие осложнения наступят. Могу сказать, что вот с позиции освоения методики, наверное, части из этих основных правил, ими можно пренебречь. Как вы считаете, коллеги? Кстати, сейчас как раз вы видите, как осуществляется правило номер один, то есть мы достаточно высоко рассекли брюшину, выделили зону номер один, подобрались к зону номер два, но окончательно ее не выделяем. И сейчас как бы не идем сразу на зону номер три работать. Постепенно ее выделяем. Да, Витальд? Витальд Анатольевич, я хочу прокомментировать, что мы часто говоря о критериях безопасности, то, что сейчас очень популярно, все цитируем работы Страсберга, который разработал Critical View of Safety в отношении лапароскопических рецидива заболевания. Но здесь нужно сказать, что Страсберг все-таки позиционировал свои правила для очень конкретной задачи профилактика повреждений для печеночных желчных протоков. В данном случае, с моей точки зрения, речь идет в большей степени о попытке стандартизации оперативного приема с целью, с одной стороны, чтобы прежде всего, с целью уменьшить риск рецидива заболевания. Поэтому, безусловно, все эти критерии направлены на увеличение потенциальной мощности оперативного приема. Если хирург недостаточно технически владеет этими приемами, то, как было отмечено, некоторые моменты могут нести определенный риск. Если мы сопоставляем со Страсбергом, ведь Страсберг всегда говорил, что для того, чтобы соблюсти критерии, не обязательно визуализировать хоредок. Здесь мы видим, что мы должны визуализировать вену, и этот маневр может быть действительно крайне опасен в руках, скажем так, начинающего хирурга. Поэтому, безусловно, здесь нужно относиться с очень-очень большой осторожностью к полной стопроцентной реализации всех десяти взглядов, десяти шагов и тех правил критического взгляда на миоперативное отверстие. Виктор Анатольевич, а в двух словах, что такое оперативная мощность? Под оперативной мощностью я подразумеваю, прежде всего, совокупность оперативных действий, которые вам гарантируют минимальный процент рецидива. То есть вы делаете герниологическую операцию, вы делаете мощность в том случае, когда риск рецидива после вашего вмешательства будет минимальным. Естественно, что такая мощность должна реализовываться прежде всего широкой сепарацией брюшины для свободного получения импланта. И именно на это направлены многие шаги, которые были обозначены в докладе. Отлично, это новый термин. Сейчас вы видите такой оперативный прием по выделению зоны номер 3, то есть самого грыжевого мешка. Как правило, мы два приема пользуемся. Либо мы вывешиваем на левой руке и постепенно выделяем все органы либо мы выполняем такой прием скручивания, постепенно скручивая грыжевой мешок налево и отделяя таким образом, перехватывая правой рукой и уже выделяем семивносящий проток и ганатные сосуды. То есть стараемся прежде всего, самая главная задача отойти от этих элементов семивносящего протока. А задание, у меня к вам вопрос. Вот вы сейчас поменяли инструмент, вы работали ножницами, как холодными, так, как говорится, горячими. Вот сейчас вы инструмент поменяли. Вот любые вопросы возникают. А почему поменяли? Вот что изменилось у вас? Почему вот надо было поменять инструменты? Вот, спасибо за вопрос. Вот в том момент, когда мне необходимо выполнять тракцию и уже, как скажем, выполнять диссекцию, конечно, лучше всего использовать какой-то зажим. Ножницы для этих целей не совсем подходят, хотя, признаюсь, некоторую операцию удается выполнять только одними ножницами и достаточно хорошо, и как бы нет никаких проблем. Но здесь вы сами видите, что не рутинная, ну, скажем, это рутинная косая грыжа, она не совсем простая. То есть это не просто прямая грыжа, а с некоторыми трудностями, сложностями. Здесь надо поработать, и диссектор, как нельзя, кстати, подходит для этих целей. Но мы вот видим, что вы нам подготовили в качестве видеопрезентации непростую грыжу к исполнению. Часто бывает прямые показывают, а специально вот хотите нам показать, что какие существуют приемы вот при сложностях некоторых, которые могут возникать. Скажите, пожалуйста, вы используете стандартную расстановку таракаров, вот когда манипулируете? И что для вас стандартная расстановка таракаров? Ну, стандартная это то, как, естественно, учитель был первоначальный, это биднер, и стандарты им предложены, это оптический таракар в области пупка, по рабочей стороне чуть выше, чем пупок, латеральная, и по нерабочей для левой руки контрлатеральной, то есть от стороны грыжи, это, как правило, чуть ниже пупка, для того, чтобы был принцип реангуляции. Если грыжа, допустим, двухсторонняя, то, соответственно, оба рабочих таракара 5-ти миллиметров располагаются выше пупка, однако, в последнее время мы стали использовать и разные позиции установки видеопортов и выше точки палмера, но обычно это точки палмера. я знаю, я знаю, что вы тоже так делаете. Да, задание, это для нас рутинная процедура, но последние разы, не знаю, так же вы развиваетесь или нет, учитывая, что это не очень эргономичная операция и достаточно тяжело ассистенту показывать, учитывая, что у него камера постоянно находится в динамике, чтобы показывать там всевозможные виды. Мы стали ставить оптику на стороне грыжи, тем самым разделять камеромена и оператора, чтобы никто никому не мешал и, в общем-то, небольшой опыт выполнения операции при данном расположении, но могу сказать одно, что это точно эргономически удобнее. Что скажете по этому поводу? Да, вероятно, да, с точки зрения оптики это действительно удобно так делать. Просто сейчас вектор немножко сместился оперативной деятельности, мы больше делаем не трансабдоминальные, а экстраперитониальные пластики, поэтому уже немножко по-другому стало на эти вещи смотреть. Действительно, именно вот такой расширенный взгляд на брюшной полос удобнее гораздо оперировать. Еще один вопрос, я думаю, что мы его еще осветим в наших будущих семинарах, но все-таки скажите вашу позицию выбора модели пациента для ТПП-пластики, учитывая, что вы, так же, как и мы, владеете всеми возможными доступами к паховой грыжи, и паховым ЕТЭПом, и ТАПом, и другими методиками, все-таки модель пациента для той операции, которую вы сейчас демонстрируете? Какой интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, что если у пациента были спаечные процессы, если он ранее перенес перитонит, допустим, или тяжелую какую-то операцию, то ему лучше, конечно, сделать экстраперитониальным доступом на операцию. Если была наоборот простатоктомия, то лучше предпочесть, наверное, ТАПП. Но для хирурга, который часто оперирует паховой грыжей, уже нет разницы в модели пациента. То есть можно сделать операцию и при рецидиве грыжи, и методом ЕТЭП, и ТАП, и не почувствовать никаких проблем. А какая категория пациентов вы выполняете пластику по Лихтенштейну? Наверное, это частый вопрос будет от наших слушателей и зрителей. Кому все-таки вы выполняете открытый доступ? Ну, это типичные пациенты, наверное, вы всегда с ними сталкиваетесь. Обычно пожилые люди, у которых куча проблем сердечно-сосудистых, с большой пахово-мошелочной грыжей, который длительное время принимает к Сорелту или какие-то другие препараты. То есть, пациенты такого риска. Им, да, я предпочту выполнение классической методики, но не просто Лихтенштейн, Лихтенштейн-амиды я предпочитаю. Извините, очень интересная операция. Вот сейчас вы выделяете сивносящий проток. Скажите, пожалуйста, встречались ли в вашей практике случаи архитов при таком прецизионном контакте с элементами пахово-канадо? А если были как вы с ними боролись? Когда я такой вопрос задал на мастер-классе Битнеру, он очень удивился и сначала не мог понять, что я хочу у него спросить. А потом я понял, что если выполнять операцию по типичному, стандартному, как сейчас представлено, то риск развития архитов очень сильно снижается. За свою практику это были единичные пациенты в начале освоения методики. А с тех пор, как мы перестали постоянно трогать и ганадные сосуды, и проток, то архитов я не вижу сейчас на данный момент. Если это не ассоциировано с серомой в морщонке, как известно, особым образом мы лечим, архитов изолированных я не вижу. И еще бытует такое мнение, что хирурги часто делятся на я делаю допустим ТЭП, я ТЭП, я делаю ТИПП, только трансабдоминально, и горячо отстаивают там свою позицию в статьях, это часто очень видно. Мы же стараемся придерживаться принципа, что все методы хороши, надо всеми методами стараться владеть, и скажем, в этом есть основной принцип такой избирательной хирургии, то есть одному так, другому по другому, то есть операции должны быть избирательными. Сейчас вы видите, мы выделяем треугольник Кисельбаха в области, где обычно выходит прямая грыжа, и она у него действительно есть у этого пациента, она небольшая, но она все равно имеется. Мы видим, как поперечная фасция на нас как бы уходит. Здесь мы пытаемся выполнить правило номер три, то есть выделяем область лобкового симфиза, куперовых связок, и где-то примерно на сантиметр два ниже лобка. Коллеги, вот скажите, надо ли требовать от себя и от начинающих хирургов настолько низко, ну, то есть там два и более сантиметра выделять эту зону? Ну, вот, на мой взгляд, действительно, такой очень спорный момент, потому что здесь, в общем-то, крайне высокий риск получить кровотечение из сосудов, и если работать довольно грубо или плохая будет работа камера Мэна, или, может быть, будет не такая хорошая визуализация, которая вам позволяет Карл Шторц увидеть все детали, но вот здесь этот вопрос довольно дискутабельный, потому что вы уже мобилизовали, в общем-то, вполне достаточно для того, чтобы уже вот в этом месте закончить эту сепарацию, но если придерживаться очень строго всем правилам, то тут нужно продолжать, а вот молодому хирургу, осваивающему этот навык, здесь уже можно получить довольно серьезное и опасное кровотечение. И вот я смотрю, у вас все довольно сухо, вот я бы, наверное, хотел поделиться опытом, может быть, своим вечным, вот в таких ситуациях, когда замечаешь некую повышенную кровоточивость тканей, или как-то вот не очень, может быть, работает коагулятор или что-то, или рука в этот день как-то не так работает, вот я всегда кладу небольшую салфетку в брюшную полость заблаговременно, в общем-то, предпочитая работать в абсолютно сухом поле, вот в этой ситуации все время салфеткой могу себе подсушить, и если что-то случится, к счастью, такого не было, чтобы что-то серьезное было, какое-то кровотечение, но все-таки я приверженец абсолютно сухого поля и вот использую довольно часто салфетку, устанавливаю через десятый оптический таракар, а потом уберу вместе с пятеркой, удаляя 5-миллиметровый таракар, вот здесь, наверное, может быть, можно посоветовать молодым докторам вот все-таки иметь под рукой так называемый рояль в кустах, можно будет что-то посушить, что-то прижать, положить салфетку, которая, в общем-то, понятно, неким гемостатическим эффектом обладает. Ну вот вы сейчас приближаетесь к месту... Все верно, это запирательное отверстие. Да, запирательное отверстие, и вот мы видим здесь на вашем видео, что что-то там явно привлекло ваше внимание. Азад Даниш, так? Да, часто очень приходится увидеть, как в зоне запирательного отверстия присутствует липома или жир. Что считать? Это грыжа или это липома? Что с ней делать? Вот как бы мнения такие, они не совсем четкие, как бы, да? Ну считается, что... Ну вообще рука хочет убрать, конечно, эту липому. Вот она явно лишняя. Аккуратно. Не нужно из этого отверстия, вот как у вас получается, она рождается, вы извлекаете, как раз это будет местом, куда будет установлен сетчатый имплант, как возможная профилактика какой-то будущей грыжи. Вполне вероятно, она могла бы там образоваться, если бы не ваша операция. Вот видим абсолютно такую отработанную технику, азад Даниш должны отметить, у вас абсолютно сухое операционное поле. вот вы приближаетесь к этому довольно спорному четвертому правилу. Надо ли все-таки увидеть наружную подвздошную вену? У вас тоже качество видео немножко ухудшилось? Ну, да, вот сейчас такое впечатление, что немножко не в фокусе. Но, вы знаете, нам это довольно сильно бросается в глаза. Силу технических сложностей мы не смогли увидеть нашу презентацию, насколько хорошо она была поставлена. Мы хотели похвалиться от работы в нашем герниологическом центре. Мы имеем большое удовольствие работать ежедневно на стойке К4 Шторц, Карл Шторц. И, в общем-то, получаем довольно большое удовольствие не только самой операции, но и от совершенно потрясающей визуализации. И вот малейший какой-то дефект видео нам сразу бросается в глаза, потому что, в общем-то, мы привыкли работать с большим удовольствием, за что спасибо и больнице, руководству больницы, и, естественно, фирмы К4 Шторц, которая предоставила нам такое большое удовольствие, такую возможность. Сейчас, сейчас, Азаде, Даниш, расскажите нам, пожалуйста, вот к какому моменту вы приблизились, выполнение никакого правила сейчас? Мы, в общем-то, отработали, да, грыжевой мешок, практически уже отработали, да, это было бы у нас шестое правило. Седьмое правило до этого было, я поднимал левой рукой северно-стящий канатик и смотрел, что делать мне с липомой, убирать ее или нет. Ну, на видео просто качество не очень хорошее. У пациента была липома, но я посчитал, что липому таких размеров как бы не стоит у больного убирать, ну, то есть, как бы я получил больше проблемы с ним, с его варикозными этими венами. Стоит ли всегда стремиться убирать липома, это тоже открытый вопрос. Думаю, что не всегда это стоит делать. Некоторые правила стоит и обойти. И в настоящий момент мы пытаемся произвести диссекцию в точке, то есть, это правило номер пять до того уровня, как семеносящий проток начинает изгибаться на наружной подвздошной вене, и диссекция производится как можно ниже. Заняш, а всегда ли вы этому правилу следуете и делаете такую низкую диссекцию? Ну, я лично делаю очень большую диссекцию, то есть, даже наоборот делаю диссекцию больше, чем нужно, потому что есть опыт установки больших имплантов, а они, как правило, требуют хорошей хорошего поля диссекции. Ну, это понятно. Азаняш, чем больше сделаешь сепарацию, тем у тебя будет больше возможности установить сетчатый имплант, тем меньше вероятности, что он куда-то дислоцируется, где-то подвернется, куда-то упрется, и потом придется повторно дальше что-то доделывать, когда уже операцию пора заканчивать. Вот сейчас прием очень хороший, вот прокомментируйте его, пожалуйста. Вот мы тоже его используем всегда почти. Он не прописан в правилах, но вот он довольно такой очень удобный. На самом деле, конечно, мы не поговорили про анатомию, анатомия очень интересная, особенно в плане вот плоскостного, плоскостей, то есть, когда мы делаем операцию, мы работаем в нескольких плоскостях, да, предперитениально, работаем между листиками глубоким и поверхностным, поперечной фасой, заходим в лицевое пространство, и когда делаем ЕТЭП, мы наоборот выходим из между, ну, как бы, поперечной фасой и ретро-мускулярного пространства, выходим в предперитениальное. И вот эти вот слои нам позволяют работать, как бы, создавать такие пути отхода. Иногда можно, если вы видите, что забрешенное пространство, оно с паечным процессом, да, то вы можете зайти, как бы, более на глубокий слой пройти и начинать диссекцию там. Уже несколько раз я пользовался такими вот маневрами, то есть из, работать не предперитениально, а ретро-мускулярно, или, допустим, между слоями поперечной фасы. И, соответственно, этот прием позволяет легко эти слои тупым методом отделить, бескровно, абсолютно. Вы все много раз это делаете. В отношении фиксации сетки, ну, как правило, вот, девятое правило говорит о том, что сетка, ну, сейчас, извините, вот здесь правило номер 8, да, мы закрываем сетчатым имплантом там на 4 сантиметра выше и ниже, чем дефект. в отношении фиксации, ну, иногда я предпочитаю прийти АПП подшивать сетку в области лобка одним швом, то есть куперовой связки. Естественно, костную структуру невозможно пришить. Вы можете либо надкостницу, либо куперовую связку прошить. И в области прямой мышцы, ну, буквально там один-два шва накладываю. Вот, пациенту не испытывает никаких проблем, ему не больно, но зато у меня такое, знаете, ложное ощущение возникает, что при моменте десуфляции сетка, да, никуда не подвернется и будет стоять там как надо. Вот, в принципе, это работа. Вопросите за задание, что в этом случае косая грыжа сетку можно не фиксировать? Ну, наверное, да, но я еще раз повторю, что при ТИП, для того, чтобы правильно убедиться, что она не подвернется в момент десуфляции, как бы я это могу сделать. Это не является правилом, не является рутиной. Кто-то использует степлеры, там несколько степлеров я пришиваю или вообще не пришиваю, ну, примерно 50 на 50 фиксирую, я не фиксирую сетки при ТИП. При небольших грыжах я не фиксирую, ни при прямых, ни при косых. То есть, это первая, вторая степень как бы дефекта, то есть, до 3 сантиметров у нас недавно появился первый опыт использования клея в этой зоне, когда мы биоглю использовали для фиксации протеза при прямой грыже. Есть ли такой опыт и ваше экспертное мнение по поводу использования клея? Да, я выполнил около 50 операций, но мы применяли гистокрил, как бы, да, это клей Бибраун. В принципе, он неплохо работает, единственное, что не отработаны до сих пор ни у одной фирмы средства доставки, вот, постоянно вот эти катетеры, они мнутся десектором, вот, работа там достаточно такая интенсивная, хочется как бы везде ее приклеить, вот, и в принципе, одним миллилитром получается сетку приклеить на ура. Я знаю, что некоторые европейские коллеги, например, Виктор Раду, не только приклеивает саму сетку, но и приклеивает брюшину обратно таким вот маневром. Я видел эти операции, они такие, в его руках достаточно презентабельно смотрятся. Владимир Данисович, а в герной регистре фиксируется, каким образом сетка осуществляет фиксацию сетки? Да, да, в том регистре, в котором вот мы пропагандируем и привыкли использовать, там есть эти графы, там всегда можно отметить, каким образом вы фиксировали сетку, клеем, швами, степлерами, вплоть до патологических подробностей, ушивали первичный дефект, где находится сетка и так далее, какая фирма. К сожалению, не знаю, сколько у нас количества подключившихся, но я бы хотел призывать людей, которые погружены в проблемы гранеологии, в большом количестве оперируют грыжи, вносить свои данные в герниореестр, учитывая, что Азад Данищ является его и модератором, и создал, ведет этот герниореестр, чтобы можно было проводить какую-то аналитику того, что происходит у нас в стране. Азад Данищ, сколько сейчас в герниореестре членов, сколько операций внесено? На данный момент около ста активных хирургов и внесено 2200 операций. Это на самом деле большой труд достаточно, и мы будем периодически выкладывать по мере поступления материала свежего анализа. Просто надо понимать, что анализ бесполезно делать, если внесено 500 пациентов по какой-то узкой тематике, но более глобальный анализ лучше выполнять, если внесено 5000 пациентов с паховыми грыжами. И мы уже можем выявить закономерность. Тем более, что мы планируем сотрудничать с нейросетями и некоторые закономерности в течение также при помощи современных методов статистики вычислить. Не просто какая-то статистика описательная, на самом сайте эта статистика представлена в очень расширенном виде. Можно буквально в онлайн-режиме увидеть, как меняются эти данные, а именно применяя более сложные непараметрические методы статистики. Азат Данич, я хотел бы все-таки вернуться к операции. Вы уже установили сетчатый имплант. Могли бы рассказать, какой вы имплант установили, какой предпочитаете сетку ставить? Ну и вот мы видим, как выполняете вы ушивание брюшины. Тоже расскажите про сетку, про нитку. И вопрос, вот вы никак не моделировали сетчатый имплант. Вот что вы по этому поводу скажете? Ну сетчатые импланты я практически со всеми производителями сотрудничаю. То есть есть опыт установки практически всех. В данном случае использовался ковидин, париэтен, макропорус. То есть это сетка с достаточно большими порами, она средняя по своим характеристикам. И ушиваю я при помощи нити вилок. Ну просто это удобно и стоит стоимость самой операции. Можно использовать любые нитки и пролены, и ПДС, и рассасывающиеся, и не рассасывающиеся. Просто отрезать небольшой кусочек, сантиметров 15, сделать на них колечко и спокойно ушить эту зону. От меня еще один вопрос к нашим фидерским друзьям. Скажите, пожалуйста, мы упустили один момент касаемо пациентов с большими пахово-машуночными грыжами. Ваша тактическое решение, профилактирующее образование сером, что вы делаете? Используете ли вы гибридные доступы при таких видах грыж? В отношении больших пахово-машуночных грыж. Если это большая действительно прямая грыжа, то, как правило, требуется инверсировать фасцию поперечную и либо сделать дефект для того, чтобы серома ушла на бедро. Или сделать инверсию и фасцию пришить степлером или одиночным швом к куперовой связке. В таком случае мы увидим отличный косметический результат. Прямо на следующий день пациент станет и у него не будет никакой грыжи. Но надо делать это с осторожностью, чтобы не повредить нервы, проходящие в паховом канале. В отношении косых паховых грыж на следующем видео будет дополнительное видео, где я покажу, как ушивается внутреннее паховое кольцо. Но это не рутинная манипуляция, ее надо делать с осторожностью. В общем-то на следующем видео вы сможете увидеть. Иногда мне удается отсечь грыжевой мешок, оставив часть грыжевого мешка в паховом канале, а затем отдельно взять, подхватить его, вытащить наружу и подшить к мышцам либо к тракту воздушно-лонному рассасывающим с швом. Какое-то время у пациента будет яичко подвисать наверх, но через три недели, когда шов ослаблит на 70%, мы знаем, что векрил через три недели ослабляется, оно обратно опустится. И вот этих трех недель хватит для того, чтобы у пациента не было сером. Это просто технический такой прием. Азаданич, вот мы смотрим, как вы блестяще ушиваете брюшину, уже довольно герметично, аккуратно, но это все-таки требует определенного хирургического навыка и мастерства. Вот что вы скажете по поводу использования такеров? Ведь можно же и быстрее сделать, и в общем-то не требует мастерства, можно прификсировать и брюшину, можно прификсировать сетку. Вот что вы скажете по этому поводу? Потому что если мы поделимся нашим опытом, как бы в самом начале освоения техники, мы в общем-то довольно широко их использовали, такеры фиксировали сетку, фиксировали брюшину, конечно, избегали фиксации в треугольнике боли, и тем более конечно в роковом треугольнике, но вот что скажете по этому поводу? Как начинающий хирург? Виктор Анатольевич, как заместитель главного врача по хирургии, не даст соврать, что к нам в больницу периодически поступают пациенты оперированные, у которых есть кишечная непроходимость, в центре и причиной являлся вот такой вот скрепка от сола. То есть в какой-то момент мы практически полностью перестали использовать для снижения послеоперационных осложнений. То есть лучше всего герметично ушить, это более надежное и качественное. Раньше то также мы пользовались скрепками, но результаты не очень хорошие. А будьте добры, включите, пожалуйста, дополнительное видео. Видео номер 4 можно включить? Это оно. есть дополнительное видео, как раз-таки пациент достаточно большой пахово-мошоночной грыжи. Мы видим сейчас, как выделяем, выполняем те самые правила. Вы видите, выделяем в области повзошной вены и большая пахово-мошоночная грыжа, большой дефект. И сейчас вышла, кстати, работа Ширин Тауфилд, где она производит на роботе эту манипуляцию, то есть ушивание внутреннего пахового кольца робототехническое без установки сетчатого импланта. Вот такая вот работа интересная. Но мы все-таки если ушиваем внутреннее паховое кольцо, то все-таки синтетический имплант мы устанавливаем. Это нерутинная процедура и выполняется она, ну, как бы все-таки нужно иметь определенный опыт для ее выполнения. Здесь на самом деле гораздо удобнее швы накладывать не сверху-вниз, а снизу-вверх. Это более получится безопасно для пациента. И вы видите, как постепенно ушивается внутреннее паховое кольцо. Здесь также используется нить-вилок. Это очень удобно. Ну, по крайней мере, вот этот пациент после операции у него была мошоночная грыжа достаточно больших размеров. Не было серома вообще, то есть исключительный косметический результат получился. И после этого случая я стал всем пациентам, если имеется большие паховое мошоночная грыжа, делать такую манипуляцию. Азад Донич, но я хочу сказать, что докторская диссертация Григория Михайловича Ротенбурга, которая набирала материал, в том числе в сотрудничестве с Вареви Витачем с Трижелезским, они специально изучали этот вопрос и разработали критерии показания для коррекции внутреннего кольца пахового канала. То есть вот здесь если кого-то заинтересует эта технология, то я рекомендую поднять диссертационное исследование Григория Михайловича и там на очень большом материале доказательно показано, в каких случаях целесообразно использовать данный оперативный прием. Да, ну и тем более, что он не совсем безопасный для аудитории. В принципе, даже в опытных руках можно что-нибудь, да и наоборот, я думаю, чаще в опытных руках встречается всякие касси. Ну, в данном случае я использовал самофиксирующий имплант. Мне тоже нравится такие использовать. Это очень удобно и практично, мне кажется. Коллеги? Да, но установка этой сетки выглядит достаточно элегантно в вашем исполнении. Я должен сказать, что в некоторых случаях при попытке установить этот имплант могут встретиться некоторые технические трудности, потому что крючки фиксируются ко всем окружающим тканям, сетка гофрируется, склеивается между собой, поэтому здесь нужно использовать определенные технические приемы. Я бы рекомендовал в сети посмотреть, как правильно устанавливать эту сетку. Будьте добры, пожалуйста, еще последнее видео, видео номер 6. И в отношении переоперационного периода мы зачастую такие поклонники мультимодальной анестезии, то есть кроме общего наркоза также используем разные методы местной анестезии, стараемся дополнить основной наркоз также такой манипуляции, которая называется ТА-блок, трансферзус абдоминиз-блок, при которой препарат вводится в пространство в поперечную мышцу между тазовой костью и между 12-м ребром. В этом месте концентрируются глубокие ветки межреберных нервов и можно достаточно аккуратно и быстро практически полностью обезборить место примерно от пупка и до лобка. То есть пациент в ближайшем послеоперационном периоде не ощущает никаких болевых синдромов. Вы видите, что здесь у пациентки планируется ретромускулярная пластика по поводу вентральной грыжи, ну просто пример. И мы вводим иглу под УЗИ-контролем, благо в операционной есть у нас изиолога всегда эта аппаратура, смотрим как раз эти три мышцы и вводим в толщу поперечной мышцы, стараясь ввести туда не менее 40 мл раствора. Сама методика под УЗИ-контролем конечно надо обучиться, а интрооперационно во время лапароскопии также включил в это стандарт и пациентам при лапароскопии также есть возможность дополнить общую анестезию дополнением этого блока. Задание, что делать ли вы эту методику в начале операции, не мешает ли она вам потом в диссекции, или вы табло заканчиваете вмешательством? Логичнее было бы конечно делать это в конце операции, потому что как правило поле немножко становится мокрым, в нем неудобно работать, но это если близко к зоне операции ввести анестетик, тем более он все равно распространяется по поперечной мышце и в зоне операции выходит на руль. Но я понял, что иногда забываю это делать, и поэтому принял для себя решение делать это перед операцией сразу. А зато анестезиологи сразу отмечают действия анестезика, они вводят меньше препаратов. Я понимаю, что это делать самостоятельно, но не анестезиологи выполняют эту процедуру? Нет, конечно, это делаю я. То есть перед тем, как делать ТАПП, делаю эту процедуру. Она занимает буквально одну минуту по времени. Нам, видимо, повезло больше. У нас мультимодальные анестезии управляют анестезиологи, и у нас есть опыт. Анестезиологи это делают перед операцией сами, под ультразвуковым контролем, и, в общем-то, мы потом уже получаем результаты. Это, в общем-то, довольно надежное обезболивание пациента интероперационно и в послеоперационном периоде. Скажите, пожалуйста, а вот вы всем делаете ТАБЛОК, или это только по каких-то особенных случаях, и каких есть это случаи особенные? ТАПП практически всем дополняю, если это возможно, если я не забыл. Я стараюсь, чтобы это было рутинной процедурой. Обязательно местная анестезия после операционных ран и ТАБЛОК, и при ретро-мускулярных пластиковых под УЗИ-контролем мы выполняем. Там помогают анестезиологи. А сравнительный анализ показал эффективность этой методики, или это все-таки пока на ваш взгляд вы только подбираете эти группы и сравниваете их? Мы большие поклонники фасттрек, и в настоящее время производим набор материала. Просто это один из компонентов подхода быстрого восстановления. И вы же знаете, что эта графа является одним из принципов идеальной хирургии грыж, идеальной пластики, то есть рекавери, быстрое восстановление. Поэтому мы стараемся это делать. Я хотел подтвердить то, что Азар Данистович сказал. Это действительно абсолютно новая методология, где каждый элемент дооперационный, интероперационный, послеоперационного введения направлен на ускорение восстановления пациентов. Эта методика внедряется практически во всех областях хирургии и показывает великолепные результаты. И сегодня, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, мы особенно видим, как важно пациентов очень быстро выписывать, чтобы они не залеживались. И безусловно, это является очень серьезной профилактикой различных осложнений, таких как тромбоэмболические осложнения, инфекционные осложнения. Поэтому это не только методика, направленная на экономию средств, на комфорт пациента, это прежде всего идеология, направленная на уменьшение количества осложнений. Я хотел бы в свою очередь добавить, что мы эту методику используем в стационаре кратковременного пребывания, то есть это позволяет нам в день поступления пациента выполнить эту операцию. Конечно, мы тщательно отбираем пациентов, это больные молодого возраста, без коморбидных каких-то состояний, выполняем ТПП утром и уже к вечеру пациент может уходить домой. В общем-то можем даже порекомендовать это нашим коллегам для выполнения стационаре кратковременного пребывания. Спасибо большое за прекрасные видеопрезентации, на которых как раз показана стандартизованная операция, которая при выполнении и копировании именно такой модели оперирования как начинающий хирург, так и хирург, который осваивает эту методику уже в современном понимании избежит послеоперационных и интероперационных осложнений. Коллеги, кто-то хочет добавить? У нас вебинар подходит по времени уже к концу. Богдан Борисович, какой мы сделаем вывод относительно этих 10 золотых правил? Стоит это рекомендовать или все-таки стоит избирательно выполнять эти правила? Ну, мы не можем эти правила игнорировать, но тем не менее все-таки хирург принимает окончательные решения во время любой операции интероперационной. И если он сталкивается с какими-то техническими сложностями, ставить перед собой задачу во что бы это ни стало сделать и выполнить все 10 правил, конечно, это, наверное, неправильно, когда мы поставим под угрозу безопасность пациента. Но, тем не менее, основные правила, основные постулаты, которые мы на сегодняшний день уже имеем к исполнению, все-таки мы должны стараться их выполнять, потому что это залог качественной операции. Это важно, что операция стандартизована, что соблюдение этих правил, в общем-то, приведет к минимальной, снизить вообще вероятность рецидива у пациента паховой крыши. Но вот всегда, как только хирург ставит себе задачу что-то сделать или что-то выполнить во что бы то ни стало, это всегда приведет к каким-то осложнением от небольшого кровотечения до каких-то больших интероперационных проблем, которые придется решать уже ради спасения. Вот это, конечно, такого быть не должно. Поэтому надо сказать, когда мы только-только начинали, этих правил еще не было, мы их осваивали, какие-то были технические сложности, сейчас мы уже это делаем автоматически, но все-таки не всегда стараемся увидеть, например, наружную подвздошную вену во что бы то ни стало, но нарушать эти правила нельзя абсолютно точно. Позвольте высказаться тоже. Это очень интересный философский вопрос. Хирургия это искусство или это ремесло, да? Что такое хирургия? Это индивидуализация или стандартизация? Вот несмотря на кажущиеся противоречия на самом деле это не взаимоисключающие, а взаимоперетекающие категории. Только тот хирург может творчески подходить и индивидуализировать в оперативном поле, который в совершенстве обладел стандартными реперными точками оперативного приема и на этом фоне может позволить себе импровизацию, которая требует данная уникальная клиническая ситуация у данного уникального конкретного больного. Поэтому, безусловно, путь к индивидуализации лежит через стандартизацию. Сегодня мы прекрасно посмотрели важность соблюдения стандартных факторов данного оперативного объема. Коллеги, тогда большое спасибо. Наш первый семинар тогда можно сказать, что состоялся. Ждем вас на следующий семинар, который будет 22 октября. Большое спасибо. Может быть, мы анонсируем тему? Анна? 22 ноября 22 октября мы выберем наверное тему для семинара будет посвящено первичным нейтральным грыжам. Вы поддерживаете? Да, Я так понимаю, что речь идет о айпомпластике. Айпомпластике, да. Да, обсудим очень замечательная тема для обсуждения. Очень много подводных камней и интересного. И очень много противоречий. Да, и много противоречий. Соответственно. Спасибо большое, коллеги. До встречи. Все, спасибо. До свидания. До свидания.